Российские войска, вероятно, могли добиться некоторых успехов в районе Купенска Харьковской области. Об этом говорят ЗВН-коры, похожие выводы делают в Американском институте изучения войны. Так, на основе кадров с геолокацией, опубликованных 19 июня, аналитики считают, что армия РФ могла продвинуться в северную часть Велишан, который находится в 15 километрах с северо-востока от Купенска. Указано, что там находится российская техника. О том, что противник активизировался на линии Сватова-Кременная, говорят и в Украинском министерстве обороны. Враг подтянул свои силы и совершает активное наступление на Алиманском и Купенском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов, продолжаются горячие бои. Сейчас для врага это основное направление наступления. Так что сконцентрировал на Востоке значительное количество своих подразделений, в частности, десантно-штурмовых. О том, что российские войска пошли в наступление в Луганской области, говорит военный обозреватель немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке. Он уточняет, что независимых подтверждений этому нет и опирается лишь на заявления самих россиян. Украинский генштаб хранит молчание и публикует данные о том, что армия РФ ведет безуспешные наступательные операции со стороны Кременной и Сватова в направлении Новоселовского, Ямполевки, Торского и Спорного. По некоторым российским источникам проходила информация о том, что российские войска собирают на это направление силы для того, чтобы в случае начала украинского контрнаступления, оно началось так или иначе, попытаться нанести отвлекающий удар на это направление с тем, чтобы оттянуть наши резервы, которые мы могли бы использовать в ходе контрнаступления на других участках фронта. Судя по всему, сейчас это и происходит. Аналитик Дипстейт считает, что экстраординарной и масштабной активизации на данном участке фронта вообще нет. Российские подразделения проводят стандартные ежедневные атаки, но там сконцентрирована серьезная группировка. Так, они концентруют на тому направлении великую кількість войск, и она уже там сконцентрована очень давно, ледь не найбільшая концентрация на всьому фронте. Они щодня пытаются как-то локально атаковать наши позиции. Сейчас, по данным аналитиков, на участке фронта Сватова Кременная находятся россияне, призванные во время осенней так называемой частичной мобилизации. Сейчас они даже жалуются, что Минобороны РФ элементарно не обеспечивает их питьевой водой. Тем не менее, группировка войск там многочисленная. В частности, это одна из причин, почему стремительное украинское контрнаступление в сентябре 2022 года не продвинулось дальше. Во многом благодаря тому, что россияне накидали огромную массу мобилизованных, которые иногда спешно собрали в рамках частичной мобилизации и практически неподготовленными, бросили направление для того, чтобы наше наступление остановить. То есть, таким вот местным образом они сумели его остановить, насытив линию фронта неподготовленными людьми, но в большом количестве. И, очевидно, сейчас эти люди там и продолжают держать оборону, и продолжают наступать, пытаться наступать, поскольку, в общем-то, какого-то другого резерва у российской армии нет. На данный момент особых прорывов у российской армии на линии Сватова-Кременная нет. По крайней мере, об этом не сообщает ни одна из сторон. ВСУ за время войны выстроили там оборону, и, по словам аналитиков, сейчас нет необходимости перебрасывать на это направление украинские подразделения с других участков фронта. Наша оборона там досить стійка, вибудовані фортифікаційні споруди, там стоять військові, які бачать, что происходит, и сказать, что они что-то оттягивают, или еще что-то, абсолютно, снова-таки, не соответствует действительности. Информационная кампания – это их провокация, они всегда используют информацию, пропаганду, как свой механизм тиска и ведения войны. Продолжение следует...